Компьютерные вирусы столь же разнообразны, как и те, что поражают человека. Подобно своим природным аналогам, они преследуют одну цель – внедриться в организм и начать размножаться. Ну, вот бы всех этих вирусописателей взять да удалить. Внимание! Обнаружен вирус. Вирус, 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 вирус. Они незаконно проникают в компьютер, мешают работать, убивают терабайты информации, воруют важные данные и остаются при этом безнаказанными. Компьютерные вирусы. Их каждый день тысячами уничтожают антивирусные компании, но появляются новые. Каждый день жертвы вирусных атак отправляют тысячи сообщений с угрозами в адрес писателей, но те будто сами себе неуязвимый антивирус поставили. И пишут, пишут, пишут их. Впрочем, пишут и о них. Цифровая крепость Дэна Брауна стала бестселлером 2005 года. Вирусы в общем и вирусная атака в частности. Красной линией протянуты по захватывающему дух сюжету. Этот термин возник еще во времена первого в мире компьютера – Mark I. Агрегата размером с комнату, построенного в 1944 году в лаборатории Гарвардского университета. Однажды в компьютере случился сбой, причину которого никто не мог установить. После многочасовых поисков ее обнаружил младший лаборант. То была моль, севшая на одну из плат, в результате чего произошло короткое замыкание. Тогда-то виновников компьютерных сбоев и стали называть вирусами. Виновников же в человеческом обличии нарекли вирусописателями. Мы попытались разыскать таких людей. Смотрели на форумах, бросили клич в социальных сетях и уже было отчаялись. Но сообщение таки упало во входящие. От некого Тимура Тимуровича. Я готов с вами поговорить. Давайте в скайпе. Поискали информацию об этом человеке в интернете? Все не то. В создании вирусов такое имя тоже не фигурирует. Попробуем все выяснить в разговоре. Тимур, я хотела у вас спросить, почему вы все-таки согласились на интервью? Многие из тех, кто увидел это сообщение, я уверена, вирусописатели, проигнорировали. Возможно, я не вижу ничего противозаконного в том, что мы делаем. Делаю я. Я ничего не меняю, не удаляю я. Только собираю информацию, которая находится внутри. Что это значит? То есть вы можете украсть с моего компьютера какую-то мою личную информацию? Если она мне необходима. Только в этом случае. Ну, мою личную, правильно? Да, но в большинстве случаев виноваты сами пользователи, а не те, кто ее берет. Просто надо быть более осторожными. А приходилось ли когда-то вам быть жертвой? Оказаться на месте, допустим, меня или тысячи других людей, которые пострадали от действий хакеров? Конечно, и я становился жертвой хакеров. Искусных и очень интересных вирусов. Это и побуждало делать самому больше вирусов. Интересных. Но хоть не так обидно. На каждый вирус найдется свой противовирус. Мы попросили Тимура составить топ-тройку самых опасных и популярных на сегодня вирусов. Вот что из этого вышло. Одни ограничивают доступ к сайтам или работу с браузером. Другие шифруют файлы пользователя. Третьи блокируют доступ к ресурсам операционной системы и ограничивают действия в ней. Вирусовымогатели. Подцепить эту сетевую заразу можно не только на так называемых сайтах для взрослых, но и в соцсетях. Даже обычная вроде бы переписка с другом может привести к печальным последствиям. Переспросите у того, с кем переписываетесь несколько раз, что это за ссылка. Если ответа не последует, будьте уверены, она заразна. И ни в коем случае не открывайте. Ну а если у вас уже появилось такое окно с просьбой отправить смс, никуда ничего не отправляйте. Зайдите в интернет с другого компьютера и попробуйте найти аналогичные ситуации. В сети уже сотни пособий, как вернуть работоспособность вашего железного друга. Их научили не только идеально обходить антивирусы, но и выдавать их за себя. Вирусы-антивирусы. Сфера-2012 тому подтверждение. Вредоносная программа нацелена на наивных пользователей, которые без задней мысли принимают вирус за антивирус. Окна очень похожи. Классический журнал, кнопки настроек, обновления, удаление найденных угроз. Сразу же после запуска компьютера псевдо-антивирус начинает обыскивать компьютер на наличие вирусов. И тут же магическим образом находит десятки троянских программ. Дело за малым. Предложить испугавшемуся пользователю купить лицензионное ПО. Да делается это так настойчиво, что каждое ваше действие сопровождается многочисленными всплывающими окнами. Согласитесь купить. Клин клином вышибает. Но далее нажмите на кнопку с надписью «Уже есть код активации». Введите цифры. Теперь можно установленное и удалять. Несомненно, первое место за социальными вирусами. Они появились совсем недавно, но уже изрядно успели потрепать нервы сетевым жителям. Никак не можете попасть к себе на страницу? И пароль вводили по всем раскладкам? И капслуг проверяли на компьютере? И перезагружали? И все никак? Тогда вы точно стали жертвой этого вируса. Попробуйте два варианта. Переведите компьютерное время на день, когда вы еще могли посещать ваши странички. И попробуйте снова. Ну а если и так не получается, воспользуйтесь поисковиком и найдите текстовый документ «Хостс». Он обычно сохранен на диске «С». Войдите в него. И если в файле есть упоминание о заблокированной социальной сети, к примеру, вконтакте.ру, удалите эти строчки и пересохраните файл. В следующий раз будьте аккуратны и не переходите по незнакомым ссылкам. Об этих вирусах и способах их лечения вы уже можете найти информацию у нас на сайте matrixdefis.seya.tv. Не уверены в ссылке? Не жмите. Но нам можно доверять.